Итак, пошел второй месяц нового учебного года в Пермском государственном национальном сельском университете. Собственно говоря, скоро исполнится 100 лет нашему университету, а вместе с университетом исполнится практически в то же самое время и 100 лет филологическому факультету, старейшему в Пермском университете. Название нашего факультета весьма обманчивое. Может сложиться впечатление, что на филологическом факультете учат только загадочные науки филологии, которые представляются весьма далекой от реальной жизни, от политической реальности и от вашей будущей жизни. На самом деле все это не так, поскольку в последние годы филологический факультет активно расширялся и вбирал в себя все новые и новые специальности. К филологической специальности добавилась такая вполне себе современная специальность, как теоретическая природная лингвистика, а в этом году и фундаментальная природная лингвистика. Это уже не считая журналистики и, естественно, рекламы и связи с общественностью. Филологическое образование – это образование классическое, так же, как наш университет классический, так же наше образование входит в число фундаментальных. И с ним, в общем-то, не пропадешь. Знания, полученные здесь, они актуальны для любой области, где бы вы ни трудились. Многие мои знакомые думают, что я умею все, что я могу создать текст абсолютно на любую тему, абсолютно не задумываясь при этом, могу выступить перед любой аудиторией. Иногда это мешает, но, с другой стороны, если постараться, я действительно это могу. У нас практически все преподаватели имеют ученую степень, это серьезный показатель. У нас работают профессионалы своего дела. И сегодня мы можем готовить, кроме печатных журналистов и журналистов для интернет-изданий, можем готовить также телевизионщиков, потому что у нас появилась телестудия, оборудованная, по последнему слову. Абитурентам, которым интересно работать с массовой информацией, с коммуникацией, я думаю, нужно обязательно попроступать в наш факультет. Здесь они помогут раскрыть все их таланты, и они смогут реализоваться на все сто. Нас очень мало, но мы очень дружные все, мы очень друг другу помогаем. Мне кажется, ни в одном другом факультете нет такой взаимопомощи, и у нас очень развита творческая жизнь. Я сама являюсь представителем студ-клуба, это такое место, где мы занимаемся разной веселой ерундой, но нам нравится это. Я советую всем поступать именно на филфак, потому что это лучший факультет в мире. Факультет девчоночек, что посмотрел на один ряд, посмотрел на другой ряд. Девчонок много, девчонок всегда больше, чем парней, поэтому парней мы особенно всегда приглашаем. Наши девчонки самые красивые, самые умные, из них получаются хорошие невесты, хорошие жены. Сегодня мы встречаем вас в день открытых дверей, чтобы вам рассказать поподробнее и ответить на все ваши вопросы, которые у вас возникли. Хотя, конечно, главная задача нацелить вас на то, какие ЕГЭ сдавать. От правильного выбора ЕГЭ зависит от вашей шанса поступить на ту или иную специальность, в тот или иную бакалавриат, в тот или иную ВУЗ. День открытых дверей в нашем Пермском классическом университете состоится 7 октября, поэтому я приглашаю всех 7 октября, хотя, конечно, это воскресенье, ну, тем более, значит, вы будете свободны к 11 часам утра. В студ-клубе университета состоится сначала некое торжественное заседание, совещание, а после этого вы сможете познакомиться с конкретными специальностями на конкретных факультетах. Я, естественно, вас приглашаю к нам на Филфакт. У нас не будет занудства, каких-то длинных ученых речей, все будет интересно, забавно и весело. И мы будем в студ-клубе в аудитории номер 706. 706. Субтитры подогнали Симон.